Привет! Привет! Всем привет! Меня зовут Антон. Я коллекционирую пластинки уже давно. Начинал все где-то с 2005-2006 года, как вернулся с армии. И в принципе в армии у меня были задумки начать играть музыку, приносить ее в массы. Начиналось все у меня с джангл музыки. Я узнал, что такое рага, что такое даунс холл. Услышал нарезки, сэмпы и начал думать откуда же это такое. Понимал, что это черная музыка. В общем узнал, что это с ямайки и начал копать немного, что там такое. Начиналось все с даунс холла. 80-90 год, диджитал. И потихонечку начал закупаться сначала даунс холлом. Потом начал ходить потихоньку в корне, чтобы раньше как это все культивировалось, откуда все начиналось. И познакомился с русс музыкой. Он узнал, как миксуется русс, ну и вообще вся музыка, что такое даунс. И как-то больше потянуло уже в более руссовое звучание. То есть даб музыка, рутс, ритм, на другой стороне даб, микс. И начал уже закупаться потихонечку русс музыкой. Ну и так все. Коллекция увеличилась, увеличилась. И вот мы создали компанию такую, Сору Вабрэйшн с бывшей женой. Начали приглашать всех ребят, артистов. Это где-то началось с 10-х годов. Джангл музыка, регги, данс холл. И вот так вот начали собирать народ. Народа было все больше и больше. Кто-то уезжал, кто-то приезжал, кто-то учился этой культуре и был с нами. Потом я познакомился с Вектором. Пригласил его на тусовку. Тогда он выступал не как данс холл, а немного хип-хопа даже было. И данс холл с парнем, как его звали. Дядя Бум. Дядя Бум. Тоже такой известный человек в те времена был по хип-хопу. И они выступали у нас на тусовке. И было так... Я не ожидал, конечно, такое услышать. Было прям все как-то оригинально, мощно. Но прям вроде как люди недавно начали этим заниматься. Но подача такая была. Я прям проникся и сразу же нашел диалог с Колямом. По поводу как бы начать сотрудничать вместе. Продолжать эту миссию потихонечку. Я немножко расскажу о том, как я подошел к этой истории. О чем ты называешь Антон? Я родом с Мурманска. Меня зовут Пек Леджи. И я всю свою молодость занимался хип-хопом. Барап история в Мурманске имела свою такую неповторимую, наверное, на фоне всей России направленность. Она была с большой примесью регги. Рагости или Рагамутин пионеры мурманского хип-хопа. Они именно рубили в этом стиле. Это было начало 2000-х, насколько я понимаю. И я во всю эту тему зашел тоже со своими ребятами. Мы занимались плотно хип-хопом. У нас был свой продакшн. Мы выступали. В какой-то период тоже переломный, наверное, для меня был уход в армию. И что-то во мне заинкнуло, что-то меня переключило на более чистую историю с реггией-музыкой. Я купил первые записи в Дэнс Холла. Услышал, был просто шарашен. Первый мой диск. Бенни Ман. Альбом. Kingdom of the King of Dancehall. Все понеслось. Да, я начал находить людей, которые были готовы со мной делать более регионный стиль. Мы начали оттачивать это дело, делать совместные проекты с дядей Бумом. Начали выступать на мероприятиях. Познакомились с ребятами, с Антоном, с Дашей. Они нас пригласили на свои мероприятия. Мы выступали у них, работали на микрофоне. Они крутили пластинки. Для меня это было вообще с чем-то. То есть я никогда не видел и вообще ничего не знал про это. Про культуру 7-дюймовых синглов. Понимаете, о чем я это? Версия. То есть это был дефицит. Какие-то инструменталы. Дэнс Холл, Рутс. Это было тяжело найти, по крайней мере, для меня. И тут было такое изобилие. И у нас, короче, зарывало голову. И как-то мы с Антоном сели на пригорок. С видом на весь город. Забили толстый джоинт. И поняли, что дальше мы будем продолжать вместе. И приняли решение о создании sound-системы. База уже была. Было название Solar Vibration. И мы поняли, что скоро появится приставка к этому названию. И мы начали, собственно, идти в сторону sound-системы. Именно находить информацию, накапливать какую-то базу знаний, чтобы в итоге построить вот это. Это команда, своя команда, у каждого своя миссия. Кто-то грузит, кто-то ставит пластинки, кто-то биджеет на микрофоне. Такое широкое понятие, на самом деле, sound-системы. Да, sound-системы все разные. Есть даже не ради sound-системы. В наше время. Да, sound-системы. В оригинальном смысле это все к нам пришло из Ямайки. 50-е, наверное, если не ошибаюсь. Все это начали делать именно там. Первые саунды, первые селекторы. Все это пришла культура к нам оттуда. Потом она подхватила свое развитие в Британии. И перехлестывала на всю Европу. Эта волна накрыла всю Европу. Ну и добирается до нас. Это включает в тебя и коробки с динамиками. То есть колонки, рупора. Провода, все высокие. Да, вся техническая составляющая включается в это понятие. В это понятие ходят диджей, селекторы, продакшн. Которые при sound-системе. Это много людей, задействованные вместе. Бывают sound-системы, у которых нет своего звука. Есть sound-системы, которые не имеют своего звука. Такое тоже имеет место быть. Мы тоже начинали. У нас не было звука. Мы арендовали. Арендовали. Потихоньку. Арендовали все это. Понимали, у кого брать и кого не брать. Sound, короче. Но мы в один момент поняли, что дальнейшее развитие только связано со своей аппаратурой и с тем, что надо в это вникнуть. Да, так как плотно перешли на регги музыку и понимали, что надо что-то делать под регги музыку. В моем понимании только sound-система может раскрыть настоящее звучание регги музыки, roots, dab музыки. Только это может помочь человеку почувствовать это в полной мере. Только так. В России немножко все сложнее, как мне видится. Но есть позитивное движение, на самом деле. Появляются саунды. Есть тиму, что мы первые. Начинаем это делать. Мы, имею ввиду, ребятами Москвы. Да, то есть не так много, конечно. Но, тем не менее, люди начинают понимать этот движ. Они приходят. Люди, которые никак с этим не связаны, ничего об этом не знают. Они попадают на эти мероприятия. Они это видят. И им это очень нравится. Они это перед любят друзьям. Многие промоутеров работают на благо развития sound-системной культуры. Это здорово. Единственное, что не хватает, конечно, единства каких-то коллабораций. То есть более эффективных, что ли. Объединения. Объединения, да. Каких-то фестивалей, которые бы объединяли sound-системы. Это упирается, конечно, не только в желания. Ну и денежные, да, какие-то там вопросы. Все понятно. Но, по крайней мере, я знаю точно, есть sound-системы, которые готовы на многое. Ради продвижения не только себя, но и всей культуры в целом. Я думаю, все будет хорошо. Потихонечку развиваемся. Потихонечку даже в Мурманске. Но мы находимся очень далеко от всех. Мы общаемся с ребятами. Ребята рады, что мы тут что-то делаем. Мы рады, что в Москве, мне кажется, бум. Там уже очень много людей. Каждую неделю там что-то проходит уже стабильно. Это очень хороший показатель. Да, это хороший показатель. Мы тоже стараемся раз в месяц вести свой контингент. Мы как-то раскрываем через звук. И людям это нравится. Они слышат звук и ходят не прямо на регги. Ходят на хороший звук. То есть не все любители прямо фанаты регги. Хотя большинство у нас врубается в эту музыку. Врубается в эту музыку, да. И танцуют. Приходят дети все. Любой возраст. У нас возраст 20, мне кажется, до 40 до 50. Все приходят и им нравится. Они отдыхают, расслабляются, общаются. Все люди позитивные, раскрепощенные. Не знаю. Все круто. Я думаю, дальше будет лучше. Потому что мы знаем, что в Самаре же хотят делать саундсистему. Мы там были как раз. В Самаре есть саундсистема. Но не реггиевая, конечно. Да. Вот хотят прямо реггиевую. Я так понимаю. Джангл, регги, что-то тоже. Хотят, да. Больше направлено на регги. Вот. И они с нами коннектят. Мы обязательно им поможем. Все теории. Будут вопросы. Я думаю, они с московскими и саундсистемами тоже общаются. То есть все готовы помогать. Я думаю, что это хорошо. Нужно объединяться. Делать фестиваль. Это было бы вообще замечательно. Чтобы ездить на фестивали там. Ну, уже все к этому идет на самом деле. Уже к этому все идет. Мы уже сотрудничаем с Калычер Хорн. Они приглашают нас. Мы приглашаем их. К нам приехали сегодня Даб Среда. Это же очень важно. Это очень важно. Коннект. Объединение. То, что даст нам сил. Даст силу культуре на дальнейшее развитие. Я думаю, все будет хорошо. Я смотрю на это позитивно очень. Это неизбежно. Потому что если посмотреть вообще на музыкальные тенденции, то в принципе все, что происходит в Европе, все потом перенимается нашей страной в основном. Ну, надеюсь, у нас все равно будет как-то все по-своему. Это однозначно. Чтобы не все прям как в Европе. Вот мы что-то новое будем придумывать. Что-то внесли в свое. Да. В мировую культурную саунд систему. Да. В саунд-системе большой акцент. В техническом смысле в саунд-системе большой акцент на бас-линию. И в регги-музыке основополагающей основой всего ритма, всего звучания это бас-линия. Вот. Поэтому именно саунд-система, ее громоздкое и сложное техническое решение, только это может раскрыть басовую линию целиком и полностью. И передать это на большую площадку. Чтобы люди это не только слышали, но и ощущали. Я верующий человек. Я верю в Господа Всемогущего Бога. Я считаю, что действительно Хали Селаси для народов Африки, для черного населения, был Иссей. Вот. Это был Иссей своего времени. Я считаю, что вся эта история с освобождением не до конца, но тем не менее, к пути освобождения Африки, черного населения, это очень важная история для всего мира. Потому что мы все не свободны, пока Африка не свободна. Здравствуйте. Все, как новая пара. Мы решили это сделать в начале нашего сотрудничества с Антоном. мы поняли, что снимать аппаратуру в аренду и сомнительного качества аппаратуру снимать в аренду это не есть решение, это не наш путь. Вообще так получилось, что мы в своем деле легких путей не ищем. Немножко подначитались, разобрались в некоторых моментах и поняли, что это все возможно сделать, это делают остальные. И мы просто отважились в один прекрасный момент, что мы это будем делать. Такой год, наверное, да? 15-й, наверное, 16-й? 14-й. В 14-м году мы решили это все делать, у нас минимум год заняло накопление какой-то информационной базы и денег, конечно, потому что сама система, прежде всего, это связано с большой кучей бабла, это большие траты. И чтобы минимализировать это, мы решили делать с усами. И чтобы минимализировать и финансовые затраты, и второй фактор был то, что мы не могли найти технических людей, которые могли бы нам помочь. У нас в Мурманске, это край земли, понимаете, это заполярье, с заполярным кругом. Чипу санков в тот момент, у нас в Мурманске еще не было, которые были готовы работать с фанерой, поэтому мы решили вложиться в инструмент. И как-то попробовали, это было все очень тяжело, но потихонечку, помаленечку мы приобретали какие-то навыки в столярном деле. И потихоньку это делали, это все было очень долго растянута. Сначала появился один, потом второй. Мы использовали просто ковши по отдельности, супер-скупер 18 юм. Вот. Постепенно у нас появлялись еще колонки, и мы все прибавляли, прибавляли, появлялись усилители. Раньше мы брали усилители у друзей, какую-то аппаратуру мы брали у друзей своих, нам всегда помогали ребята. И это было все очень тяжело, потому что почти каждая следующая вечеринка, это была какая-то новая вариация с подключением. Технически это было все очень, занимало очень много времени. Вот. Но зато вся эта сложность нам позволила хорошенько прокачаться, прокачаться технически, да. То есть многие моменты мы прям освоили на, естественно, на практику. Ну да, у нас вообще по-северному там типа, если тусовка, то нужно сначала откопать гараж от сугробов, потом откопать микроавтобус, который не может выходить из гаражей, ну и так далее. То есть все на целый день, а то и гладь. Вот. Ну прикольно. Это история, прям как бы, если это запоминаешь, как бы приключения. Вот. Ну и миссии. Вот. Потому что же в этом деле все-таки. И же надо в этом деле оставаться. Сложности на самом деле нас подстерегает на каждом шагу. Везде по чуть-чуть, да. Каждый раз технические сложности, они возникают. Сложность, наверное... Ну, вначале было то, что не было опыта. Сложности. То есть мы приехали там, чего-то не взяли, там ничего-то не хватило. Сейчас уже более, мы же все укладываемся в более меньшее время, уже как-то опыт появляется. А так сложности... Не, но если про технические сложности именно, вот, не организации вечеринки, а про технические сложности, то это началось, как только мы заказали первую партию 18 димовых динамиков на ковши. Один из динамиков при доставке повредили. И на самом деле последствия этого мы расстребываем до сих пор. Вот сейчас наш техник прямо перед самым мероприятием подпаивает динамик на ковш, потому что то последствия деформации корзины самого динамика в итоге сказалось на катушку. Вот, пришлось все это расклеить, это вытаскивать, все это центровать, обратно ставить и приклеивать. То есть это одно из немногих вот таких сложностей, которые на нашем пути просто нас прокачивали, но делали нас сильнее. Ну да, это вот то, что вернемся к команде. Вот у нас есть еще техник, который нам чинит динамик. Алексей Курганский. Да. Леха, короче, да, мы тоже познакомились буквально с ним недавно, два года назад. Где-то, да. Вообще был другим человеком, сейчас поменялся немного даже, но и прямо он тоже занимается давно салон с системами, вот, и как-то технически подвязан. Вот, и он нам помогает. Еще больше нас, да. Не только грузить и возить и так далее, но и с технической стороны подпаивает все такое. Ну, прикольно, что команда увеличивается. Ну, с каждым годом как-то приоритеты меняются, вот, и когда-то я равнялся на одного человека или на одну команду, и сейчас я равняюсь уже на других. Как-то вот изрослею и как-то меняются приоритеты, и сейчас вот, допустим, я равняюсь более на салон-системы какие-то. Вот, и, допустим, я очень люблю канал Ванн, салон-систем. Обожаю их слушать, постоянно какие-то эфиры смотреть и мечтаю побывать, конечно, на их карнавале. Вот, раньше там какие-то артисты, допустим, любили слушать какие-то салон-системы смотреть, короче, ну, просто вдохновился. Ну, сейчас, конечно, тоже, но вот сейчас уже вот, когда появилась салон-система, уже более, уделяю больше внимания на какие-то салон-системные мероприятия. Вот, ну, мне это нравится, меня вот канал Ванда, допустим, очень сильно вдохновляет, как недавно, 77-й год, по-моему, они уже столько лет, уже старички, и, как бы, такие энергичные до сих пор, качает народ, просто саунд, никакой продакшн, просто я вдохновляюсь. Да нет, самый главный профит – это то, что все больше и больше людей приходит на мероприятия, для нас это самое важное. Конечно, не буду, там, скромничать, говорить, что денежный вопрос, он здесь не имеет никакого значения. Конечно, имеет, потому что все эти мероприятия, организация всегда связана с немаленьким ценником, да, то есть на многие вещи. Сама салон-система должна была развиваться, потому что начинали мы с чего-то, пришли к полноценной тяжеловесной системе, и это, как бы, большие деньги. И поэтому мы изначально, один из пунктов наших амбиций было поставить мероприятие на прибыль, потому что культура – это очень важно, но если нет финансового какого-то вливания, то это будет очень тяжело развиваться, а у нас нет времени, мы должны это двигать как можно быстрее. Ну, у нас нет никаких спонсоров, никого таких почти нет. Спонсоров нету, мы благодарны Мессву, мы благодарны людям Мурманска, которые сознательно оказывают нам поддержку, и сейчас это на добровольной основе, мы пытаемся прийти к этому, на полностью добровольную основу, то есть каждый человек сам решает, сколько он может, да, на сколько он может нас поддержать. Вот, это все работает, и вот это самое главное, я считаю, одно из самых главных достижений, то, что мы не уходим в минус, а мы имеем небольшую хоть какую-то прибыль, и мы можем развиваться дальше. Да, появляются связи, и мы воспитаем народ, потому что Мурманск – это такой город, где постоянно текучка, кто-то уезжает, кто-то приезжает, то есть приезжает новый народ, они приходят сюда, и такие неожиданно, типа, нифига себе, вот, и они начинают постоянно ходить, опять кто-то уезжает, кто-то приезжает, и постоянно обновление. Да, да, обновление Мессио, короче, но одни и те же люди все равно остаются, бывает, что, прям, человек 30-40 – это, вот, постоянный… Костяк? Костяк уже столько лет, они прям, и как-то оформляют, и что-то делают, помогают, ну, круто. Я, допустим, пожарный, вот, я дышу пожары, вот, работаю в этой конторе, она мне не очень нравится, конечно, но зарабатываю вот этим нахлево. Я военный, но я не имею никаких амбиций в карьере, то есть это просто мой заработок, и я занимаюсь очень много чем, помимо самой системы, помимо своей работы. Из последнего мы сейчас строим студию для Solar Vibration, и мы опять решили пойти не по самому простому пути, мы решили все построить сами, от начала и до конца. У нас стоят уже стены, скоро будет крыша, скоро будет продакшн. Я сам. Лично я бы ничего не менял в нашем пути, ничего бы не менял в нашей жизни, не знаю, солидарен ли Антон со мной, потому что я думаю, это все лучше не придумать, как все было, лучше не придумать. И это просто невероятная вещь, что мы с ним встретились, потому что такой тандем создать могли только мы с ним. То есть я уверен, ни он ни с кем бы не смог это проделать, ни я не смог с кем-либо еще это проделать. Это все пути неисповедимы. Понимаете, Solar Vibration ведет наши пути. Вспоминаешь это все как какой-то супер крутой поход в горы, который никогда не забудешь. И также здесь все вот эти трудности, преодоление, и потом считаешь себя героем. То есть ничего себе. Ну и также, если бы не встретил Коляна, ничего бы не было. То есть этот коннект, он повлиял на этот развитие самосистемного мурмоноскопа. Запастись терпением, удивлять внимание мелочам, не забывать именно теоретическую, изучение теоретической части. Все это очень важно. Как можно больше привлечь к этому людей. Взаимодействие между собой. Не стесняться. Слушать друг друга, понимать друг друга. Общаться с теми, кто умеет уже в этом опыт. Это очень важно. Потому что мы тоже в свое время без определенных советов, наверное, может быть, и не достигли бы определенных достижений. Вот. То есть спасибо Пушкину. Спасибо вообще LionPoss за то, что вдохновили, что это возможно в России. Да. Первая самосистема, которую я слышал, это LionPoss. В Москве, когда это уголк. LionPoss. Терраса, такое ощущение, сейчас обвалится, что все прыгают. Было, конечно, круто. Да, спасибо ребятам. Вообще, как бы, нужно искать себе силы, чтобы это было очень интересно. И прямо в эту культуру нужно войти и жить с ней. Надо ничего не бояться там. Надо прямо идти напролом. Потому что в этой теме это очень непростая тема. И здесь нужно идти только напролом. Просто, ну или иначе, это будет стагнаться. Да, не бояться. Потому что, ну, все делают. И главное желание. Если делать будешь, то будет все нормально. Найдет свое время, если будет желание. Да. Главное этим гореть. Главное любить то, что ты делаешь. Быть искренним во всех своих начинаниях, во всех своих делах. Взаимодействие в команде. Если крутая команда, то будет крутая самостоятельность. На самом деле это происходило очень часто. Очень часто происходили какие-то курьезные события. И нам приходилось как-то выпутываться из этого всего. Но одно из самых, то что сейчас мне запоминается, это когда приезжали к нам Калчахорн. И мы спалили им их только что созданный приемп. Все обошлось, все стало хорошо. Они приехали, они отремонтировали блок. Мы в этом всем поучаствовали. Но это случилось, да. Ребята выезжали. Баш Шеймис, Джош Ака, Кинь Таби. Ну тут ответ однозначный для любого самосвистемчика. Улица. Только улица. Потому что только на улице ты можешь услышать чистый звук. Без примесей и отражений. В помещении звук отражается от стен. И мы услышим очень много ненужной реверберации. И это все мешает. На улице площадка позволяет раскрыться в низкочастотной волне. И нет никаких отражений. Вот в чем секрет. Несмотря на какие-то условия, улица все равно это топ. Даже в минусовой температуре. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова